С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 1007 уголовных правонарушений, что на 32% ниже аналогичного периода прошлого года. Из них зарегистрировано убийств 10, тяжких телесных повреждений 26, вымогательств 5, скотокрас 13, наркопреступлений 51, угоны 8, хулиганс 3. Из общего количества преступлений больше всего совершено мошенничество 321, в том числе интернет-мошенничество 199, краж 220, в том числе квартирных 27 и краж сотовых телефонов 40. Совершено преступление в общественных местах 157, на улицах 75, ранее совершавшими лицами 321 и несовершеннолетними совершено 6 преступлений. Состояние опьянения совершено 52 преступления. 23 февраля текущего года в городе Павлодар в ходе специальных мероприятий полицейскими по подозрению в вымогательстве задержан 40-летний горожанин. Мужчина подозревается в вымогательстве денежных средств в размере 52 миллионов 80 тысяч тенге у генерального директора и директора одного из павлодарских ТОО в период с апреля по сентябрь месяца 2020 года. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Павлодара. Павлодарскими оперативниками задержана 27-летняя павлодарка, промышлявшая сдачей в найм квартир в городах Казахстане на длительный срок. Девушка размещала объявление на сайте OLX, где в разделе «Крыша» предлагала приемлемую цену за аренду жилья. Для того, чтобы заинтересовать граждан, использовала фотографии элитных квартир из интернета. Когда желающие звонили по объявлению, девушка придумывала историю о сильной занятости, командировке в другом городе, либо ссылалась на большое количество клиентов на данную квартиру и просила перечислить предоплату на банковскую карту. Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты. Суммы варьировались в пределах от 10 до 60 тысяч тенге. А после получения предоплаты девушка переставала выходить на связь. При этом общение в основном осуществлялось посредством переписки мессенджера WhatsApp. Полицейскими установлена причастность данной девушки к совершению 40 фактов интернет-мошенничества на территории Республики Казахстан. По факту мошенничества в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Предприимчивая девушка взята под стражу. Проверяется также ее причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Вместе с тем департамент полиции в очередной раз призывает граждан быть бдительными и внимательными. Не поддавайтесь на уловки мошенников, не соглашайтесь на сомнительные покупки и сделки посредством сети интернет, не убедившись в достоверности получаемой услуги. В случае совершения в отношении вас неправомерных действий просим незамедлительно сообщать на оперативный канал 102 или воспользоваться мобильным приложением Полис 102. За неделю на дорогах области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых, к сожалению, 2 человека погибло, еще четверо, с различными травмами, госпитализированы в больнице. Так, 26 февраля текущего года в 10 часов на 55-м километре автодороги Павлодар-Акулы, возле села Тликтес района Акулы, 44-летний водитель автомашины ВАЗ-21015, не справившись с рулевым управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной Тойота Камри. В результате ДТП два пассажира автомашины ВАЗ-21015 от полученных травм скончались на месте происшествия, а 30-летний водитель автомашины Тойота Камри с переломами госпитализирован в больницу. По факту ДТП начата проверка. 1 марта текущего года в 7.45 часов на пересечении улиц Машхор-Жусупа Тарайгырова в городе Экибастузи 33-летний водитель автомашины Хундай Акцент, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешеходов 2007 и 2017 годов рождения, которые переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП дети с различными травмами госпитализированы в больницу. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, проводится проверка. День благодарности отмечает 1 марта в Казахстане. С каждым годом этот праздник приобретает для граждан нашей страны все больше оттенков значения, становится все более важным. В этот день выразил слова благодарности и начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр, навестив родителей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Меня зовут Василий Васильевич, начальник полиции. Я вас хотел поздравить с днем благодарности. Спасибо вам за то, что воспитали такого сына. Это будет для молодежи очень хорошим примером. Поэтому пока мы его помним, он для нас живой. В свою очередь родители поблагодарили стражей правопорядка за память о сыновьях и внимании, которое уделяется руководством полиции постоянно. Василий Скляр отметил, что в этот день мы испытываем благодарности к нашим родителям, друзьям, близким, которые находятся рядом с нами каждый день. Благодарить – очень хорошее дело. Нужно не забывать и уметь говорить спасибо, отметил полковник Скляр. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас за внимание. Телепроект 102 будет выходить на телеканале Ерты с каждую пятницу в 20.40. Ждем вас в эфире через неделю. Берегите себя!